МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учредителем и акционерам ЕНПФ выступит правительство республики. Управление пенсионными активами ЕНПФ будет осуществляться Национальным банком Казахстана. Также в числе новаций, вводимых документом, перевод добровольных пенсионных взносов в категорию обязательных для лиц, занятых в тяжелых и опасных условиях производства, в размере 5% от фонда оплаты труда. При этом нагрузка на работодателя не увеличится, поскольку отчисляемая сумма в профессиональную пенсионную систему будет отнесена на вычеты при осуществлении налоговых платежей. Кроме того, документом предусматривается унификация пенсионного возраста женщин. Так, согласно проекту закона, повышение пенсионного возраста предлагается осуществить постепенно в течение 10 лет, увеличивая пенсионный возраст на 6 месяцев каждый год, начиная с 1 января 2014 года. Кастак сообщает, правительство Казахстана подготовило программу «Дорожная карта занятости 2020» для создания более 500 тысяч рабочих мест с учетом повышения пенсионного возраста женщин, сообщил министр труда и социальной защиты населения Серик Абденов. Президент Нурсултан Назарбаев пригласил финских бизнесменов к участию в проектах по диверсификации экономики республики. Об этом Назарбаев сообщил сегодня на брифинге по итогам переговоров с финским коллегой. Глава государства подчеркнул, что несмотря на негативные последствия финансового кризиса, набирает оборот взаимной торговли. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг 800 миллионов долларов, что на 70% больше суммарного товарооборота Казахстана с остальными странами Северной Европы. Он также считает перспективным сотрудничество с Финляндией в области строительства, туризма и транспорта. Кастак сообщает, сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом в доме у жительницы Астаны обнаружили более 10 килограммов героина. 59-летняя женщина ранее судима за наркопреступление и грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это уже второй факт изъятия полицейскими такой крупной партии наркотиков с начала месяца. Ранее на контрольном посту рубеж Казылжар города Астана была задержана автомашина марки BMW под управлением 28-летнего гражданина Кыргызской республики, в которой обнаружено 10 свертков с героином общим весом более 10 килограммов. Интерфак сообщает, в Кустанайской области на трассе Кустанай-Аулия-Коль-Сурган из-за голоредицы затруднено движение автотранспорта. На этой дороге до границы с Акмолинской областью скопилось около 200 большегрузных автомашин. Спасатели производят эвакуацию людей в ближайших поселок Октябрьский и расселяют их по гостиницам. И Кастак сообщает, Астана стала городом-побратимом финского города Оулу. Как сообщалось, президент Финляндии Саули Ниин Ницте впервые прибыл в Казахстан с государственным визитом. 17 и 18 апреля казахстанские и финские официальные лица и представители деловых кругов примут участие в горно-промышленном форуме «Майне. Центральная Азия» в Астане. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после короткой рекламы. Мажорец парламента сегодня на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона о пенсионном обеспечении. Если и сенаторы данный проект закона утвердят, а потом его подпишет президент, то в нашей стране все-таки будет создан единый накопительный пенсионный фонд и повышен пенсионный ценз для женщин. О том, как сейчас работают фонды и в нашем городе, и по какой схеме предлагают им работать в самое ближайшее время, рассказал директор Актюбинского филиала ГЦВП Кайрат Утаров. Пенсионные накопления граждан должны быть консолидированы в ЕНПФ до 1 июля текущего года, и он будет работать на базе ГНПФ. Учредителям и акционерам Единого национального пенсионного фонда выступит правительство, а управление пенсионными активами будет осуществляться Нацбанком. При этом пенсионным фондам дают право выбора дальнейшей деятельности. Эти фонды могут закрыться первые, могут взять другую лицензию по управлению пенсионными активами, или эти фонды могут заниматься накоплением добровольных пенсионных взносов. В данный момент в нашем городе работают филиалы всех 10 пенсионных фондов. Разговоры о якобы закрытии двух фондов в нашем городе безосновательны. Поскольку все руководители предупреждены об ответственности в случае их закрытия. В местном ГЦВП также говорят и об ответственности со стороны граждан, которым также не мешало время от времени отслеживать свои пенсионные накопления. Это наши личные деньги, и мы сами должны это контролировать. Почему? Потому что мне не безразлично, в каком фонде я завтра окажусь. Понимаете? Я выбрал вот ГМПФ, да? Я выбрал это. Меня, скажем, я не директор, да? Я специалист. Меня же директор не заставил. Я выбрал. И, соответственно, я должен свои деньги контролировать. Кстати, сегодня депутаты Мажелиса после непродолжительной дискуссии одобрили поправки в закон, предусматривающий увеличение пенсионного возраста для женщин. В соответствии с документом, увеличение пенсионного возраста будет осуществляться постепенно в течение 10 лет. Каждый год пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода. И, возможно, уже в начале 2020 года казахстанки будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет. Лиза Цикева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». И сегодня в областном Акимате прошла внеочередная 10-я сессия Маслихата. На этот раз народные избранники собрались для того, чтобы внести изменения и дополнения в бюджет региона на 2013-2015 годы. Так, депутаты единогласно решили выделить дополнительные 176 миллионов тенге на нужды здравоохранения. Еще 2 миллиарда будет направлено на капитальный ремонт дорог. Такую же сумму планируется потратить на строительство социальных объектов. Подробности в следующем сюжете выпуска. Аркадий Ни ряды слуг народа пополнил недавно. Октюбинский бизнесмен выбран депутатом областного Маслихата по Жамбылскому избирательному округу. Сегодня новоиспеченного народного избранника представили коллегам и сразу же ввели в курс дела. Начальник управления экономики и бюджетного планирования Ганита Смагомбетов наложил о том, какой объем работ предстоит выполнить в 2013 году и сколько средств на все про все выделяется. В этом году почти на 400 миллионов тенге планируется газифицировать три села в Атикибинском, Байганинском и Уилском районах. Порядка 80 миллионов тенге будет направлено на реконструкцию канализационных сетей в Кандагаше и Бестамаке. Кроме того, на строительную сферу выделяется более 2 миллиардов тенге. Этих денег должно хватить на изготовление проектно-сметной документации для школ в Эмбе и Уиле, а также спорткомплексов в Волге, Шалкаре и Мартуке. Еще на 2 миллиарда тенге планируется капитально отремонтировать городские улицы. Дорожное покрытие этим летом восстановят на улицах Джангильдина, Смагулова, Маметовой на участке от 312-й стрелковой бригады до улицы Букинбай-Батыра, на проспекте Абилка-Ирхана от улицы Пацаева до улицы Сильверстова. Также необходимо позаботиться о надлежащем виде улиц Акимжанова и Азнаурез, где в настоящее время ведется строительство самого длинного в регионе путепровода. Сфера здравоохранения, как одна из самых важных, тоже не осталась без внимания. Часть 176 миллионов тенге, выделяемых для этой сферы, чиновники хотят потратить на приобретение нескольких санитарных авто для городских и районных медучреждений. На остальные средства планируется оснастить современным оборудованием, инсультный центр и два родильных дома, перинатальный центр и роддом в селе Каргалинское. 50 миллионов мы предусмотрим на санитарный автотранспорт для районов области. Потребность у нас составит 132 автомобиля. Мы пока берем половину. Это для районов по два УАЗика и пять скорых помощей на городскую станцию. Кроме того, соответственно, на эти машины необходимы оборудование. Это электрокардиолог, дефибриллятор для оказания экстренной помощи. Что касается долгосрочных планов власти, то к 2015 году 92% населенных пунктов Актюбинской области должно быть обеспечено голубым топливом. В 50 селах необходимо провести разведку подземных вод, напомнил собравшимся глава региона Архимед Мухаммедов. Особое внимание он посоветовал уделять развитию инвестиционных проектов. В целом, первый квартал завершен. По всем показателям достигнут положительный рост. По области произвели продукцию на 327 миллиардов. Индекс физического вируса 7,8%, так как по республике 100,9%. То есть это нам внушает оптимизм. Хороший старт, как мы для себя планировали. Сегодня в нашем городе презентовали новые автобусы, которые уже в самое ближайшее время будут курсировать по третьему маршруту. 10 пазиков специально для тех, кто трудится на ТНК Казхром, ТЭЦ и других объектах, расположенных в промышленной зоне вдоль Мартугской трассы, закупили в кредит. На презентацию автобусов побывала наша съемочная группа. Эти желтые пазики далеко не нового поколения. Тем не менее, именно они уже с завтрашнего дня станут альтернативой давно изжившим себя автобусам, оставшихся на заводском маршруте еще со времен Советского Союза. Новая покупка автопарка стоит не так уж и дорого, а отремонтировать такую машину в состоянии на местных техстанциях. Сумма покупки составила более 43 миллионов тенге. Сегодня чиновники решили сами оценить автобусы. Эта марка автобуса сама себя зарекомендовала уже сколько лет. Вместимость каждого из новых автобусов составляет 42 человека. Веча Акима города, который проводил встречи с населением, от работников АЗФ поступила такая вот просьба, вопрос, чтобы заменить автобусы, которые работали на третьем маршруте. В рамках достигнутого соглашения СТО автопарк, это сейчас у нас проблема в общем-то решена. Вместо тех автобусов, которые для АЗС еще советского производства ходили на этих маршрутах, все мы это знаем, сейчас закуплено вот 10 автобус-пазиков, класс российского производства, который сейчас планируется будет выпускать на этот маршрут. И если раньше заводские автобусы курсировали лишь в определенное время, то теперь составлен более гибкий график. Он будет такой же, как и у других маршрутных автобусов. Стоимость проезда в этих машинах составит 45 тенге. Также правком ТНК Коскром сейчас прорабатывает вопросы о внедрении специального проездного абонемента для своих работников. Мы предлагали перейти на абонементы, но здесь свои нюансы были, в принципе, пока вопрос тоже в стадии решения, то есть я думаю, что это насколько мы не решим, потому что стоимость абонемента, допустим, по всему городу ездит одно, выше цена, а здесь, допустим, только узко, допустим, по третьему маршруту получается цена ниже. Но работники, они, конечно, возможно, не до конца подняли, потом различные работы мы проводим, допустим, это предел в пяти тысяч, да, получается. Они говорят, а почему, если мы возьмем абонемент на третий маршрут, а почему мы не можем ездить и на, допустим, на единички, на пятнадцатом и так далее, и так далее. То есть, чтобы взаимодействие не было, кроме третьего, еще другие маршруты, где по стоимость 45 тенге и так далее. Сами же заводчане такому подарку очень рады, тем более, что третий заводской отныне будет ездить, как в старые добрые времена, от остановки хлебокомбинат и далее до АЗФ. В принципе, разницы нету, лишь бы они чаще ходили, чтобы люди добивались до работы вовремя. Очень даже хорошо будет. Хорошо, конечно, побольше будет разгрузиться народ. Ну, нормально, отлично, что, я рад. В целом, сейчас в ТО «Автопарк» насчитывается более 400 автобусов разной вместимости. Небольшую конкуренцию им составляет разве что троллейбусный парк, у которого в наличии 95 автобусов и 10 троллейбусов. То, что экологически чистым транспортом сейчас пользуются в основном пенсионеры, не секрет. Проезд в таком общественном автотранспорте стоит 35 тенге. Похоже, местным властям еще нужно время, чтобы определиться, будут ли они развивать троллейбусный парк, или с учетом ежегодного увеличения интенсивности движения и нехватки автодорог, вообще откажутся от него. Ведь, по сути, 8 троллейбусов, ежедневно курсирующих на линии по первому маршруту, никак не решают вопрос с экологией. Пока трудно сказать, трудно сказать. Сейчас этот вопрос рассматривать со всех сторон, со стороны экономической точки зрения, со всех сторон рассматривать. Пока трудно сказать. Лиза Цекива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Прокурор области сегодня принимали горожан в здании департамента по контролю и соцзащиты населения по улице Морисева. С утра к ним с жалобами обратились четверо октябинцев, которые не могут получить заработную плату от своих бывших работодателей. Эльмира Ержанова продолжит тему. Теперь уже бывший бульдозерист одного СТО в эти дни добивается справедливости в стенах департамента по контролю и соцзащиты населения. Дело в том, что он пришел с жалобой на своего прежнего работодателя, который, по славам Виталия, задолжал ему зарплату за два месяца. В денежном выражении это около 200 тысяч тенге. Для его семьи, где двое детей и безработная супруга, это очень большие деньги, учитывая, что сейчас глава семейства нетрудоустроен. Напишите, говорит, в марте заявление на увольнение, мы вам выплатим. Мы пишем заявление, они за декабрь выплачивают, а вот январь-февраль заморозили. И теперь звонишь, когда им, они, ждите, денег нет. А на данный момент частично работа идет и продается техника, завод. Короче, разбирают они свой асфальтный завод и перевозят все в Россию на данный момент. Между тем прокуроры отмечают, что подобного рода заявления поступают к ним часто. К примеру, только за прошлый год после их вмешательства зарплату смогли получить около 7 тысяч человек. В общей сложности им выплатили 208 миллионов тенге. В соответствии с требованиями трудового законодательства, заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц, либо один раз в месяц. Данный заявитель был уволен в марте месяце, ему должны были дать расчеты. Поэтому данное заявление будет взято на контроль, естественно, будет проведена проверка и будут приняты меры. Завтра прокурору будут принимать всех желающих в управление миграционной полиции ДВД области с 9 часов утра до 12 дня. Помимо этого, работники надзорного органа готовы принять горожан ежедневно. Однако предупреждают записываться на прием к прокурору и его заместителям нужно заранее, как физическим, так и юридическим лицам. Эльмира Яжанова, Алексей Уразов, программа «Факт». Аттестация дошла и до актюбинских пограничников. Соответствующий указ президента страны вышел 22 марта. И вот уже на местах военные готовятся к тестам. Он состоит из двух этапов. Всего аттестацию по актюбинской области должны пройти 126 пограничников. Проводится два этапа. Первый этап – это полиграфия. Второй этап – это тестирование. По предметам вопроса, по боевой подготовке, предмет огневая подготовка, физическая подготовка, устав вооружённых сил, защита от вооружённых массовых поражений. И второй вопрос тестирования – это будет законодательство Республики Казахстан по всем законам. Такова информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова